я а ты знаешь сколько ты уже километров проехал сколько мы уже с вами по времени катаемся вы не знаете кто мне может сказать почти месяц да я когда мы выехали из москвы 17 ноября а сейчас у нас какое число а сейчас 16 декабря уже почти месяц завтра будет месяц как мы путешествие завтра мы будем мы уже сегодня будем майкопе ну и завтра тоже будем майкопе вот ну и дед еще по совместительству там находится в данный момент и вот такое развлечение должен попробовать каждый приезжающий в майкоп и два раза в неделю были уроки адыгейского языка для всех там можно взять очень качественные классные продукты которые сделаны хендмейт а теперь кто мне может сказать сколько мы проехали километров уже за все это время больше 4 мы проехали ребята почти 5000 километров где-то 4700 километров 4700 но и сегодня когда мы приедем уже майкоп то мы перевалим за пятер 6 мы с вами уже 5000 километров откатали так следующее а ну-ка кто мне может сказать сколько мы городов проехали я 9 10 думаешь а мне кажется что 21 костя говорит один на самом деле мы только в крыму проехали около 15 около 15 городов один город костя говорит одна страна такой потому что вы наверно считаете города именно в которых мы остаемся которых мы остаемся но мы же еще и проезжали города да ребята сейчас в общем мы из сочи выезжаем 10 утра по навигатору 6 часов до майкопа по километражу 300 километров до но ехать нам с вами получается ехать 6 часов 300 километров можно было бы быстрее но перевалы перевалы и придется ехать медленно все время была погода супер вообще честно говоря вот то что наше путешествие затянулось мы планировали изначально на две недели это правильно все надо делать быстро ян говорит это в путешествие очень важная вещь на самом деле то что мы катаемся так долго уже месяц затем планировали на две недели но погода просто мой взгляд идеальная для декабря все время было тепло солнце было часто ну так изредка там могло что пока быть вот а а москве конечно уже холодно снегами все забило поэтому нам только на руку что мы катаемся путешествуем очень классно а у меня вам предложение от которого вы не сможете отказаться а давайте когда мы будем останавливаться в качестве разминки делать каждые какие-то упражнения давайте я выбираю отжимания тогда я приседания ты будешь приседать ян ты будешь приседать или отжиматься приседать на приседать все так мы нас же нет собой гантель машины три часа от сочи проехали сейчас едем через перевал шаумяна майкоп уже у нас в 100 километрах и температура упала до 2 градусов сочи было 14 сегодня с утра а здесь уже 2 и у нас такой перевал гравины джиппинг дома джиппинг полнейший ребята знаете что еще хочу сказать в плане времени если к примеру по навигатору едешь и трасса прямая трасса прямая где можно ехать с нормальной скоростью то можно допустим если показывает пять часов тут часик можно выиграть если едешь чуть быстрее где-то понятно следить за камерами надо но если едешь через всякие перевалы и тебе показывает пять часов то надо накидывать плюс часик а то и два потому что как стрянешь за каким-нибудь грузовиком урой там автобусом разрешенная скорость допустим 70 километров в час вот сейчас у нас здесь 60 а едет перед тобой фура 30 и все еще ты не сделаешь и кстати везде стоят гаишники везде на таких перевалах поэтому гонщик и ребята надо быть осторожны заехали придорожную капушку вообще конечно вкусно но мясо мало очень много классных чурчхел прям только что свежая все приготовленная пахнет единственное что не смущает что она висит пылится ее все трогают руками просто обалденно специи обалденные мандарины супер вкусные мандарины цены ниже даже манго манго цены в два раза ниже чем москве у нас есть мандарины бананы яблоки апельсины сушеная манго выбирай большая остановочка посмотрим я остановился там шумит так речка мы ехали симпатично все это дело выглядело со стороны посмотрю что там а вот так конечно ездишь по разным городам и на дороге на маршруте на каком можно встречать просто совершенно случайно такие красивые места уединенные природа воздух просто бомба и как я говорил в начале на каждой нашей остановке я делаю отжимания обязательно спорт ребята когда много путешествуешь конечно никаких фитнес центров тут ничего тебе не светит и подавно поэтому чтобы быть форме где можно остановочку сделал какую-то раз какую-то физическую нагрузочку все отлично для настроение для фигуры красивой сексуальной и